так четвертый пик у нас завп давайте смотреть что у нас сначала по банам котла забрали талон в арку сэфа свена и козу энчантрас в по не хотят видеть здесь имбиро макаку тине тролляку и урсу как будто бы талон готовились к в.п. реально готовились смотрите чё интересного у талон чё интересного и как будто бы мне непонятного у нас есть без мастер до металл и снепка металл и висп плюс марси не слишком металл и но это очень сильная связка то есть прям очень сильно я так предполагаю что марси у нас керрии правильно или нет или ошибаюсь талон и спорта но думаю что да думаю что это как раз таки висп плюс марси это пятерка и керри без мастер у нас тройка снепка у нас четверка и получается какого-то мидера нужно добрать у нас талон забанили талон еще белку плюс еще 1 в.п. ответили на забанили они урсу да зла последний бан остался тролляку кстати забрали в бри не знаю не знаю пока что непонятно нужно смотреть кого они доберут себе в мид то есть так или иначе интересно будет посмотреть что здесь как давайте разбираться что у в.п. бетраиндер вот оно что так это получается критич у нас керри дека до эмбер спирит у нас у мид антер лорд у нас в хард джекира у нас вроде как пятерка бетраидер четверка может быть наоборот смотря кто кого пикнут кстати они понятно кого-то берут то есть я совсем то есть ума не приложу кого здесь хотят видеть талон знаете панга вроде неплох для талонов но нужно закрыть эмбер спирита то есть пара так себе закрыватель что по паку не знаю но плен так не очень здесь мне нравится не знаю не знаю очень сильно меня смущает эта связка но сто процентов у талон это какая-то стратегия по этому поводу кого они там возьмут я думаю что это какой-то слишком нестандартный пик будет у нас сейчас то есть мидера не доберут но в понятно все я уже сказал это керри дека эмбер спирит мид и андер лорд хард джекира пятерка бетраидер четверка что думаешь по поводу пика в.п. но неплохой пик даже более того скажу хороший пик давайте подождем last пик талон и уже от этого last пика будем отталкиваться хорошо то есть не будем забегать наперед то есть поймите друзья я не профессиональный аналитик то есть мне тяжело что то анализировать то есть я просто много матчей смотрю то есть и могу что-то сказать вот там я ту команду посмотрел той коллектив по еще один так то есть несколько игры я уже понимаю плюс-минус то есть как играет эта команда да а сейчас вышел небольшой патч это там переработали нейтральные предметы переработали талонов мало смотрю не видел несколько матчей талоны пикнули виспа плюс марси понятно что у них есть какая-то стратегия и теперь появился а.д. когда вы последний раз видели а.д. я по-моему два года уже не видел а.д. чтобы он был в мете чтобы его кто-то пикал и на этом персонаже кто-то играл то есть вот а.д. появилась да объясню сейчас для чего здесь а.д. полностью закрывает эмбер спирит это правда то есть это не секрет что а.д. пикнули то есть чтобы хорошо постоять против эмбер спирита но мне кажется что здесь помимо того что они пикнули чтобы закрыть эмбер спирита само собой у них это была какая-то наигранная стратегия потому что вода не просто так пикнулся чтобы просто выиграть мид все более чем уверен до мид это очень важная линия и вправду но давайте размышлять так то есть сейчас мета очень быстрой игры быстрого мида объясню что имею ввиду на условный там тени пак условный до какой-то там войт спирит и много не надо то есть ты купил там ботал сапог еще что-то пошел убил сделал фраг восполнила свои там бутылочку своих и пмп то есть продолжаешь стоять на линии тем много не надо появился у тебя какой-то блин кесли это тени либо which blade на парке так в принципе это еще отлично у тебя уже есть там dream coil если это пак если это тени у тебя есть рассказ то есть ты можешь пойти там за про каст кого-то убить пофигу либо это тени либо это пак так условно много кто из метовых мидеров сейчас играет а о д о да не придет в драку с сапогом и ботлом да он не может просто прийти либо прийти с сапогом и ботлом и условно сделать какой-то фраг вот я надо как минимум форстав а еще лучше хюрикен пайк что-то еще сверху возможно какая-то защита дальше что будет у од когда ребята из медведей купят себе например на корах бкб то есть ну понятно что здесь без бкб никак то есть вот что будет непонятно дальше да ну согласен вопрос когда они эти бкб купят согласен согласен у нас кстати пауза длительно или нет не знаю подождем я за это время посмотрю здесь кое-что так ну чё отжимает у нас паузу игра вроде как продолжается ну ладно пауза недолго было и на этом спасибо да good luck boys желают ребята желают друг другу удачи я также желаю вам приятного просмотра напомню что это последний на сегодня матч это нижняя сетка я был неправ очень неправ когда говорил что возможно это best of 1 так как я смотрел что там еще один матч через час он начинается но это просто будет параллельно еще один матч поэтому это b3 то есть никаких best of 1 то есть я там не досмотрел сказал что возможно это b1 нет это не так best of 3 до 2 побед но этот кто проигрывает сейчас тот покидает этот турнир до завтра уже будут матчи и будут и navi играть и будут спирит играть спирит там во втором этапе в верхней сетке то есть матчи будут интересные играют вроде против lgd gaming спирит и да поэтому но приходите завтра будем смотреть либо кто там не успел смотрите на ю тубе в записях все будет эти матчи не пропущу до вопрос только в том что иногда здесь бывает такое что не пускает в лобби ли или даже в принципе игры как такой не существует такое бывает поэтому если такое случится тогда ну уж простите не знаю вот мне на самом деле мне нравится пик талон потому что это что-то новенькое это непонятное то есть для талонов понятно что они хотят сделать то есть ну и я как бы просто пытаюсь понять что им нужно от этого пика и что им нужно делать само собой у них есть очень сильная линия марси плюс вис нереально сильная линия которая должна давить должна эту линию они должны выигрывать побеждать плюс у них сильный одев меду до который должен закрывать эмбер спирит это не для кого не секрет что эмбер спирит пофигу что одев нас не умеете эмбер спирит должен проигрывать и кодэ то есть хороший оде должен побеждать плюс немаловажно я вот это посмотрела что микота этот парень который постоянно играет на оде то есть он любит этого персонажа получается но я не знаю сигнатурные он его или нет но у него дофига игр на оде поэтому поэтому что-то придумали здесь талон нам остается только смотреть я еще буду это дело все комментировать постараюсь постараюсь только по делу там если какие то вопросики то есть будет время буду отвечать а так смотрим до 2 минута у нас пока что по нулям какие сильные плюсы у в.п. ну смотри у в.п. в принципе хороший пик я ничего против не имею то есть также нужно понимать что так подождите у нас нападение на бэтрайдера но это минус бэтрайдер до бэтрайдер успели разменяться на виспа но в плюс само собой для талон так как талон у нас пролил первую кровь то есть это фбшка плюс это фбшка еще для виспа виспа который получил немало денег может что-то купить себе какие-то хилки и возможно сапог еще что-то хотя возможно здесь висп не будет собирать себе сапог часто так виспы делают хорошая линия вот сверху неплохая линия дк плюс джакира это правда но бисмастер плюс бабка мне кажется посильнее будет и они могут этого джакира иногда ловить и убивать это правда поэтому блин ну хорошо ли не то есть талон должны хорошо ли не постоять то есть прямо очень хорошо и после этого возможно забирать какую-то какое-то преимущество для себя после там этих линий посмотрим как проведут mid game у нас в п так нападение есть фокус по марсе но этого недостаточно друзья этого недостаточно второй раз в питов мэлис подкинули бочкой кстати может умереть у нас акаши до умирает отлично лично до bp если так будет продолжаться но блин будет ли так продолжаться и это еще тот вопрос не правда ли но тем не менее это круто да смотрим например на мид у нас 18 7 против 15 на 3 на самом деле не так уж сильно и сквадикс проигрывает если можно так выражаться что он проигрывает до больше добил у нас микото это правда 7 крипов неплохо за динайл но 18 крипов у эмбера то есть по бабкам он не должен сильно просесть я думаю что свое он должен получить до после большого уровня возможно начнутся еще более глобальные проблемы у эмбера но как я сказал о да это не тот парень который может из медана условный там 6 минуте после руны допустим как-то делает этот тени которую я упоминал и либо пак то есть он после 6 уровня не может просто пойти и что-то сделать ну разве это какая-нибудь хоста мне кажется хоста это хороший артефакт ой хорошая руна для одэ то есть и он с этим с этих с этой хостой может пойти там на быстрой ноге что-то сделать накинуть пару тычек больных тычек то есть и сделать какой-то фраг а так то есть принципе до каких-то условных артефактов одэ бесполезный плюс не нужно забывать про бкб который я говорил как минимум бкб должны быть на корах то есть на всех корах должны быть бкб я сейчас говорю про дыка говорю про эмбер спирита андерлорд кстати возможно и не станет покупать бкб потому что сам по себе андерлорд он вы форме там пайпу вы форме ты какой-нибудь условные роту фотос возможно у него будет шива или лотус к примеру потому что здесь шива больше подходит для эмбер спирита то есть но нужно смотреть мекку кому-то нужно тоже будет на фармить возможно как раз таки андерлорду так нападение здесь на снепку воспользовались моментом у нас вып и неплохо очень даже неплохо 13 счет здесь нападение на акаши куда-то отошел у нас марси ой не не марси а прошу прощения висп что пойду до конца но они сейчас разменяют этого батра и драда разменяли но в плюс для вп само собой так как потеряли керри талон были ну молодцы молодцы вп походу их они не испугались этого пика то есть будто бы до одного места то что они там напекали играет просто в свою игру это не может не радовать почему ты уверен что не будет покупать я не говорю я не уверен то есть я просто говорю что возможно андерлорд не будет покупать бкб так нападение здесь и ультимейт от микота сколько хп осталось порядочных и где-то 20 процентов хая хочет очень хочет бабка разменять до бабки получилось но папка сама также умрет до умирает есть висп как бы висп еще не умер до привязали на как же они молодцы боже как они круто играют твою дивизию и знаете чем большой молодец у нас скваде из которых все очень правильно делает он качает первый скилл до качает привязку вместо вместо своего огня до вместе флэм гварда большой молодец большой молодец понимает понимает как нужно играть и смотрите что мы имеем имеем топ-3 network завп офигеть кстати битрайдеру тоже нужно будет купить бкб вот и битрайдер обязательно если он хочет кого-то вытаскивать за счет лассо без бкб никак а и битрайдер ты смотри скому не сделал руну реально так он еще может забрать сейчас эту снайпку нет не пойдет не пойдет друг не иди под т2 но умрешь же ну все до конца нужно идти да он успел ладно ладно пойдет правда потерял серию из трех убийств сколько денег заработали да нормально заработали до 300 голды ну мне кажется этого не стоило просто нужно было когда он потратил печеньку сделать т.п. и все до 2 руны мудрости за vp нотис также забрал руну мудрости как дела здесь имеем мы то что у эмбера даже больше правда разница в одного крипа но ладно плюс минус по получается нормально постояли у нас мидеры сквадик с большой молодец повторюсь так рядом здесь джекира плюс сквадикс эмбер спирити еще есть кто-то рядом это по ходу бы тройда да по ходу бы тройдах хотят хотя дуал браз есть телепорт от андер луар да так пока что под спрятал сам себя но здесь без шансов то есть он отправляется в таверну и спитов мальдис плюс firestorm хороший фраг очень хороший фраг большие молодцы блин в п как будто бы но очень круто начинают вот большие молодцы ничего плохого не могу сказать но да пока что ровно блин но 9 минутой что так секунду что могу сказать про марси виспа ну блин отличная связка не новая связка это не новость сильная связка работает как в нынешней мете будет ли работать не знаю посмотрим вот как раз таки нападение здесь на критича ну блин это не лучшая цель друзья не лучшая цель но так как нету сейф тп никто не сможет прилететь они забирают да много урона у марси это правда очень много урона плюс есть висп который из-за виспа есть у тебя у марсе тут же и много скорости много подхила поэтому связка имеет место быть но как она проявить себя то есть какие-то выводы делать на 10 минуте я думаю не стоит отнюдь не стоит да вы поведут по фрагам но я всегда говорил не смотрите на эти фраги то есть фраги как будто бы ничего не решает решают только опыт до уровня героев и решает только преимущество по золоте я уже молчу что целостность до карты то есть территориально у кого больше тот впереди это все что решает так нападение опять на кириты чем втроем здесь так это еще раз минус кириты твою дивизию за минуту два раза убили неплохо здесь кого поймали здесь воды поймали ну ладно вроде как плюс-минус на одно и то же разменялись подошел здесь бисмастер убили правда еще снэпку так здесь висп плюс акаши убивают они убивают они джекиром но подцепили у нас еще бисмастера и бисмастер также отлетит я что-то задумался смотрю блин реально убили джекиро да получается 4 в 2 если я ничего не пропустил до косарь 800 микота здесь всрал ультимейт также не смог забрать этого андерлорда но бывает кстати в андерлорда уже есть ротов атос первым артефактом я думаю кстати что он первым артефактом будет делать pipe так как ну pipe здесь must have но нет нет есть аркан бутсы будет ли делать себе грибсы тоже непонятно возможно уйдет от грибсов в пользу crimson guarda друзья чтобы то есть побыстрее нафармить не знаю так как грибсы много денег не знаю будем смотреть как дела там без мастера ну блин ну как ну вот фармит сейчас под фармит стаки если конечно ему не помешают в.п. вот победят здесь понимает что это фармит стаки понимает они даже кто но очень близко своему т2 до подвязали есть макро пера есть лассо плюс айс пас ну минус минус молодцы молодцы в.п. и вы знаете если вот преимущество до этого было небольшое то 4к на 12 минуте это уже неплохое преимущество здесь киритыч 1 в 2 что-то там поразвлекался туда-сюда понимает что ему ничего принципе не могут сделать так как у него есть на сейве реминант на который он кстати и ушел поэтому проблем не достали ему талон это их под развлекал чтобы они расслаблялись и на этом все эмбер спирт делать себе маян штром но здесь все очень стандартно да то есть маян штром возможно будет у нас и глейб нир я думаю что будет у нас бкб возможно после маян штрома потому что без бкб здесь не варианты здесь очень сильный мидер так нашли до нашли есть еще телепорт андерлордом но можно отменять здесь без шансов здесь просто без шансов ну что пойдет на т1 пойдут пойдут друзья идут пока что знаете выглядит как будто бы все очень легко для в.п. ну прям легкая пока я так и не сказал на кого бы поставил блин ну не знаю на самом деле я уже повторяться что мне нравится пик талон то есть из-за того что он не самый стандартный и мне кажется что талоны могут могут обыграть здесь в.п. если прям сильно захотят вис плюс марси это нереально сильная связка то есть я помню последний раз кто такое использовал я правда не знаю был ли там висп но нави играли с керри марси на квалификациях по моему за интернешнл и они вроде там побеждали вот уже очень жестко играли то есть много урона по моему побеждали то есть если кто имеет возможность чекните посмотрите там то ли за интернешнл то ли клик крылья но мне кажется что за интернешнл это был были квалификации западной европы так встретили здесь ребята из талон жакира очень быстро убили это самая связка просто смотрите сколько офигеть как много урона правда поймали в лассо но уже на на ультимейте они вернулись назад поэтому все четко все нормально так они там сейчас кому не злида низ кому не злиру на мудрости офигеть молодцы молодцы пока вроде как устаканенность у нас и чуть игра вроде как микота чё прошу прощения микота сделал себе делает вич блэйт да есть два нулика там брейсера вроде чё-то переработали правильно 737 больше не дает плюс 36 к урону теперь дает плюс 50 100 здоровью до переработали поэтому возможно люди будут поменьше покупать себе эти брейсера как будто бы правильно ну да переработали будут чуть поменьше покупать теперь я думаю будут отдавать предпочтение кому-то нулику либо в райсбенду так нападение здесь на снепку подвязали до подвязали сквали здесь был рядом минус 16 минута у бис мастера появился аганим да не самое и самый быстрый аганим но в принципе не самый и поздний хотел бы я сказать андерлорд имеет хорошие артефакты у него уже появилась там клоака будет выходить он в pipe pipe здесь нужен pipe здесь обязательный так что одобряю хорошие тайминги будут в андерлорда он имеет топ-2 network в принципе все три нетворца у нас за vp вы знаете у vp ну все очень даже круто по ходу не работает ли это связка или что но нужно ждать когда в марсе появится какой-то там блинк бкб я не знаю что там он будет собирать себя я не что делать ну да вот есть армлет есть файзы есть бкб а блинк он не хочет окажется на марсе очень круто смотрится блинк там прыгать условного бэтрайдера либо в джекира то есть если так прям быстро убивать и за счет того что у тебя много урона из-за своего скилла за ультимейтом не знаю в чем польза бэтрайдера но как в чем польза у бэтрайдера есть смотри очень крутой ультимейт в виде лассо до которой работает сквозь бкб помимо того что она работает сквозь бкб она заставляет противника тратить деньги на то на что бы ты не хотел это я сейчас говорю про линкин сферу если здесь vp до затрахают талонов то есть я имею ввиду бэтрайдер затрахает талонов так подождите у нас есть арчит плюс наорали здесь на сквадикса очень быстро его убили прилетел здесь нотист есть еще бэтрайдер нападение у нас на джекира минус джекира блин ну вот так так вот подождите так вот закончу мысль бэтрайдер до который имеет такой сильный ультимейт он будет заставлять покупать талонов линкин сферу и я говорю что если бэтрайдер затрахает талонов простите меня за мат то сто процентов придется покупать эти линки как минимум так подождите микота здесь нашел датика в соляного убил что у нас арчит я думаю что вич блайт будет мне больше нравится вич блайт но купил арчит арчит как раз таки против эмбер спирита эмбер спирит покупает после майн штрома бкб но еще далеко до бкб так что нужно быть осторожным нужно держаться на своей территории фармить аккуратно потому что если ты встречаешь встречаешь а д то есть без шансов ты умираешь под арчитом вот эти убивают даже без ультимейта если хватает если прокать нормально так вот если б этих будет хорошо здесь играть да хорошо ловить тогда я думаю что сто процентов нужно покупать будет отдалинку так как а да это будет первая цель потому что этот кодэ просто задолбит в п отвечаю вот а да будет им снится если микота хорошо сыграет поэтому я думаю что цель бэтрайдера будет как будет как раз таки мидер талонов и он будет в в приоритете у него до чтобы его там прыгать через блинки ловить в лассо то есть и убивать поэтому я думаю что вот я у нас появится линка и возможно еще какая-то линка на саппорте до либо там на снэпке либо даже на виспе хотя висп это тот парень который покупает себе грифсы там глимер кей пор став вот это все чтобы сейвить хилить и помогать своему керри посмотрим посмотрим но я думаю появится у нас линка как минимум на воде а может еще на кому-то потому что на марсе делать линку западло на бисмастере делать линку западло хотя бисмастер деньги деньги имеет возможно и сделает мне кажется на бисмастере лучше сделать культа шиву и pipe ну без блинка само собой никак потому что нужно кому-то инициировать драки но надо все покупает блинк ну то есть там хорошие воды покупает блинк здесь я не знаю будет ли покупать у нас никота блинк вот есть форстаф понятно что этот форстаф позже превратится в херкин пайк а вот что насчет и блинка за я бы точно покупал ну куда же без блинка так нападение здесь на киритыча на орали критича бабка на рыгала минус минус очень быстрый минус в ответ было только айспас плюс макро пира слышу арчит у нас в андерлорда андерлорд покажи в цел нет ниже пицел минус 2 минус 2 и получается что это еще плюс арашан для талон ну да да давайте итоги боя посмотрим интересно сколько у нас урона нанес о д больше всего урона нанес конечно же о д что по bkb bkb есть дк но быка но дк так и почти не вышел из дизайба то есть у него не было возможности поражать бкб плюс нападение было очень молниеносным поэтому вот так делает он себе сэнджин яшу дальше хочет сделать что же хочет у нас дк сделать дальше я не знаю а есть армлет возможно тоже блин почему нет иметь возможность инициировать идти вперед прыгать на кого-то не знаю не знаю не стану утверждать но я бы покупал блин хороший артефакт потом этот блин можно условный силовой окнуть если что 22 минута у нас счет 1316 появилась появились юла у джекира это для того чтобы либо себя подсовет либо товарища по команде подсовет либо кого-то из противников подцепить найти ветра потом закинуть айс пас то бишь чтобы этот наверняка наверняка подстанет подай спас можно дать макро пиру потом может продолжить станчиком у нас дк там питов мэлис андерлорд плюс там есть рот фото стабишь минут ой секунд 5-6 может дизайбле простоять кто-то из талонов плюс помимо этого помимо того что будет дизайбл он может дать рапи ой макро пиру это все время будет он еще под макро пирой побишь ну неплохо неплохо если учитывать все это тогда реально неплохо у в п все я бы даже сказал все очень даже неплохо так пока что 13 16 у нас 24 минута что по артефактам друзья давайте пройдемся у марси у нас есть бкб есть армлет делает манту о.д. пика доделалась есть арчи делает bkb бис мастер есть pipe есть аганим снепка пока что только форстаф делает себе лотус орб если я не ошибаюсь да дальше у нас в висп есть холи локет давно не видел этого артефакта но висп у нас есть это катит хороший артефакт для виспа чтобы хилиться хилить плюс мека 2 брейсера плюс 1 клоака делает пивас так что в дк есть армлет есть бкб есть сэнч сейчас доделать себе сашу яшу так подождите у нас здесь нападение на андерлорда сильно его пробили жестко это чтобы пробили даже убили отправился в таверну хорошо хорошо так продолжим по артефактам сказал про дк имбир спирит есть кстати бкб плюс мэн штром уже два бкб в андерлорда пока что пайп есть роту фотос есть вангвар хочет доделать себе кримсон так у бэтрайдера блинк форстаф есть аркан буци кстати делает также себе бкб это очень правильный выбор то что он решил сделать бкб потому что без бкб здесь никак если ты хочешь прыгать в противника то есть и оставаться в живых то бкб нужно сто процентов да есть там бис мастер но не каждый бис мастер хочет там всаживать в условную условного саппорта рор просто две тычки пока что жив пока что жив но это ненадолго минус 0 но это но это конечно же виде сколько урона залетает от а.д. кстати делает все же себе blink не изменяет все таки ой прошу прощения не изменяет память о да он покупает blink хороший выбор я бы точно так же покупал blink и у нас 5000 преимущества за талон по счету у нас все плюс минус ровно давайте знаете что давайте посмотрим к мы с вами дота плюс до 70 на 30 на талон блин но я что-то не согласен прям что 70 на 30 вы знаете я бы сказал где-то ну 85 на 15 ладно но чтобы 70 на 30 блин ну разве это хорошие такие не ну да пик хороший в дискорд появился у эмбера не знаю все возможно все возможно может и так смака прожимает у нас в.п.м. смаках также талоны какое мне образование высшее у меня высшее образование друзья блин пока зевал драка началась подвязали здесь уже весь по повесили на него уже лотус я так понимаю бабка добрала есть питов мальдис плюс фаер шторм плюс лотус орд на виспа под спрятали здесь виспа бабка рыгает есть рор у нас на дк дк пока что в бкб так бэтрайдера которого убили он байбек а это пока что размен 1 в 0 но байбек уже был от бэтрайдера так убили бабку дерется у нас о да нет о да пока что жив себя спрятал так минус висп пока что минус 2 в 2 но бэтрайдер после байбека подцепили еще здесь андерлорда у андерлорда но андерлорду надо бкб окупить а да нужно покупать бкб и ритыч убил четверых четверых в одной игре друзья о да мне кажется ошибся в том что он не купил бкб то есть если бы сейчас было бкб вода драка выглядело бы совсем по-другому а так как у а да нету бкб большие проблемы до марсе делает себе башер вроде как хороший выбор но блин мне кажется нужен ли здесь башен может лучше все-таки сделать линку а и вместо башера сделать например таки арчит плюс блуторн а силы света укрепили свои сооружения нижнюю башню сил света атакуют или знаете что или даже вместо башера нули файер хотя до башер это стандартный набор на марсе он неплохо здесь смотрится но вот нули файер здесь бы сильно пригодился почему ручит блуторну блин ты закинула условного киритыча там до свой блуторн зульты всадил 1000 там урона то есть и это крит это не имеешь возможность промахнуться то есть но это хороший выбор на это просто мои предположения удка появился доедалус так вот я кстати понял ошибку делает бкб марсе марсе и саша яша армлет бкб блин киритыча очень много если честно так что здесь без мастером бкб хочет себе сделать одобряю одобряю нужно покупать бкб здесь не как без бкб я думаю троим кором сто процентов нужно бкб то есть подождите у нас пошел рота фотос увезли здесь марсе на висп сейчас в одиночку вернется назад и будет умирать за двоих так сказать так вот марсе плюс оде плюс без мастеру сто процентов нужно бкб без бкб здесь будет тяжело так как много дизайблов увп смотрите у дк стан у эмбер спирита привязка у андерлорда там и питоф мэлис и роту фотос у бэтрайдера ладно бэтрайдера не спасает но если еще джекира там макро макро пиро блин а и спас дуал браз много уронов которые нужно от которых нужно иметь защиту поэтому я бы сказал что для коров маст хэв бкб так что эмбер спирита делать себе шиву хороший выбор на лотус орб уже есть уже давно прошлой драки уже был пока что марсе у нас не передумал покупать себе башер что кирит и сделать блин кстати решил все таки сделать поздно но решил сделать преимущество у нас по нулям по фрагам плюс минус то же самое давайте посмотрим что теперь дата плюс думает по этому поводу 55 на 45 вот это это уже ближе к обычным работе работе а вот реально а то что-то там 70 на 30 мне кажется это сране счета так на фарме у нас без мастер cbqb есть у нас фокус по киритычу киритыч пока что жив а вот бэтрайдер не жив за счет ультимейта о да его убивает также убили еще у нас джекира есть фокус по нотисту уже сколько много урона у акаши за счет ультимейта у дивизию минус 3 друзья минус 3 в размен на 0 а да также доформил себе бкб ну все мне кажется так а что у этого парня есть бкб он кстати передумал да он передумал купил себе бкб блин какой же молодец марсе да что он придумал и смотри чай покупает нули фаер он шарит он шарит бля как же они учатся просто на ходу или меня смотрят или что шучу конечно же кто меня там будет смотреть из этих ребят они даже меня не понимают я проталонов так о да есть здесь есть ну все на трех корах есть бкб так нашли здесь киритыча через арчит сколько же урона офигеть сколько же урона да вот вам просто прямая контрады к как только нету бкб все он он боевой соло убил реально через арчит он был солоды к бы не смог не отстанется ничего нижняя башни сил тьмы разрушена как ты понял да я не понял я просто понимаю что там нужно не давать нажимать предметы и все так встретили здесь бэтрайдер с бабкой пока что так чисто подразменялись с полами но без шансов для бэтрайдера знаете как будто уже выглядит как будто бы эталон набрали свою вот эту критическую массу и просто идут вперед стадом не оставляя ни одного шанса для в.п. ну реально я если спас есть питоф мэлис пока что сдерживают но акаша пошел сильно вперед что пойдет мид пошел мит хотят они сразу по двоим сторонам пойти до прожимают глиф у нас вы поставить сама крапира какое-то время выиграть можно слышу шива от сквадикса да есть шивом всем показал что он напармил что-то имеет solar crystal snap блин ну просто артефакты у талонов очень крутые мне все нравится так что у виспа пока вроде ничего нового кроме форстафа хотя вроде форстаф был есть глимер кейп 12к у нас преимущество за талонами друзья это немного не мало но это немного прям для этой минуты но это уже не мало нормально нормально если я здесь все еще в марсе появился нули файры это значит что и если прилетит нули файры нету возможности не бкб нажать ничего в принципе поражать у тебя такой возможности нет уже какое преимущество за талон так подождите хотел мы что-то вам рассказать так поймали здесь акаши нажимает он бкб и вроде как должен сваливать на как раз таки за счет бкб смотрите хотел вам что рассказать видите вот разницу между командами вот талон они имели возможность зайти на хг но они не стали заходить то есть хотя у них хорошее преимущество все возможности были все скины были они могли снести пойти снести хотя бы одну линию но они не стали этого вместо того они сделали это я сейчас провожу параллель с natus winter которые забрали одну карту ой за одну одну линию вместо того чтобы блять пойти закрепиться поставить vision что во вражеский лес то во вражескую двойку то есть отжать больше карты то есть зажать противников на хг они просто пошли на вторую линию там пятером умерли или в четвером типа и на этом принципе карта как такова закончилась для нави что здесь талон имеет возможность сломать хотя бы одну сторону они этого не делают они просто зажимают вп зажимать своего противника на где и просто контролирует карту до собственно из-за этого что мы имеем а больше денег больше артефактов больше нейтральных там предметов так очень быстро убили поймали ну афигеть я думаю что в следующем бане у нас первым будет о да ну либо где-то там потому что капец он жесткий просто жесткий этот отдэ думаю смогут отыграться в.п. если честно сомневаюсь что смогут прям есть у меня сомнения я думаю что нет я думаю что все же первая карта за талон и знаете то есть я бы конечно же хотел чтобы вы играли у нас вот так подождите заходят у нас эталон на хг много скинули своих скиллов и айс пас и питоф мэйлис и фаер шторм и дуал бред много но это как будто бы не остановило у нас талонов опять питоф мэйлис бочка прилетела до слышу по звуку что у нас закончится аегис на что можно добрать для акаши после того как закончится мкб либо доедал что-то на урон то бишь хотя урона так достаточно там 360 урона с включенным армлетом что-то там под 400 даже больше думаю дайдалус или мкб так чтобы просто закрепить урон потом если что можно еще вместо армлета что-то что-то так что в а.д. есть кстати линка а.д. купил линку ой молодец но он шарит он просто шарит чё поделать блуторна блуторна нет мне кажется пора добирать себе блуторн заходит на свой терзатель очень быстро его прям оперативненько убивают получил у нас бис мастер агнем шарт кто не знает какой агнем шарту без мастера сейчас вам скажу покажу уменьшает при зарядку на 10 секунд и увеличивает число призываемых ястребов на 1 вот такой аним шар не сказать что ух ах но бесплатно так и бесплатно так его просто покупать ради чего-то я думаю не стоит до собирает доедалась у нас марсе следующим артефактом ну и принципе все я думаю что после доедалуса у в п то есть шансов 0 то есть это бесполезная уже команда то есть они уже там проигрывает очень много так на орали здесь номер спирита блин как же его быстро убивает просто офигеть заработали за этого эмбер спирита косарик на на касса имбер спирит 450 монетах потерял 459 прошу прощения так ну что 39 минута 19 к преимущества за талон возможно ждут следующего рошана возможно подцепят сейчас киритыча но нет нет не подцепили пока что по что не подцепили отпушивает у нас здесь нотис своим фаер штормом да это неплохой скил чтобы отпушивать даже очень неплохой есть еще эмбер спирит который фестами может что-то отпушивать плюс флэйм гард ну то есть отпушивать есть возможность микота неплохо так пофармился на нижней линии много крипов так езда и дал суды к дальше будет у нас сатаник хорош так что у виспа ничего нового хочет себе гривцы доделать 22000 блин а вы знаете я думаю что эталоном даже не надо ждать на следующего рошана то есть все очень просто вы собираетесь пятером прожимаете смока толкаете как минимум две линии лучше прям три то есть чтобы были крепы возможно кого-то сможете выцепить вот например сквадикса который поражал у нас шиву чтобы дать себе vision то есть если кого-то удалось выцепить отлично выцепили убили и спокойно зашли на хг возможно там даже еще и не будет какого-то байбека у если это будет кор даже если не кор на такой минуте любой герой уже очень важный поэтому ну до следующего рошана две минуты может и стоит подождать но мне кажется они прям нас намного сильнее что им уже пофигу на этого рошана впп проживает смока хотят подраться хотят подраться в правильно все делают в такой ситуации нужно прожимать смока и искать драку подальше от своего хг чтобы если даже вы проиграете у вас еще было время до того как противник дойдет до вашей базы там крипов толк силы тьмы используют сканирование силы света используют сканирование все еще в смоках в.п. это был второй смог на нет по телефону разговаривал так нападение на андерлорда андерлорд потерял у нас 70 процентов своего хп нет все же теряет что убивают нападение дальше на крит и чая есть фокус покрыть и 4 тыч пока что более-менее жив пока что пока есть бкб но что будет после того как бы кб закончится на него еще на ралли минус еще кирит и если что оде уже байбек нулся да блин очень много урона у воды они живут пока есть бкб как только бкб кончается все то есть дальше без шансов до очередной рошан для талон вот так вот 43 минута но это без шансов уже я думаю что уже никак а давайте мы откроем байбеки чтобы видеть и посмотрим что у нас говорит дота плюс и на 102 на 8 я согласен я согласен здесь уже для vp без шансов просто без шансов так ну что припает нотис тогда поймали прилетел нас связка вис плюс марси но это минус минус нотис без байбека потому что он байбекался но это любят да сквадик сталкает крипов меду байбек также отпушивает крипов но блин это ничего не даст то есть это ничего не даст они просто сейчас по одной линии хотя бы крипов толкнут но тем не менее вы по хорошую работу проделывают только я не говорю что это бесполезно играть нужно играть нужно до конца но это ничего не изменит очень небольшое преимущество прямо сильно большое вот они заходят по нижней линии и все и чё делать кстати почти грифсы себе доделал висп ну получается свят связка побеждает у нас до подцепить здесь акаша акаша просто прожимает bkb и принципе не чувствует просто не чувствует минус т3 товар боже как же много урона у марси офигеть надо и дал ус есть 0 fire твою дивизию пятерка сверху но можно писать я не знаю что здесь комментировать нападение здесь на складе ксами на складе кс декера там байбекнулся байбекается также у нас сквадикс подцепили кого-то кого же там подцепили вроде как микота подцепили но возможно в линку всадили лассо минус еще киритыч киритыч также байбекается разультилась там бабуля нарыгала туда-сюда есть макропира но пока пока вроде как живы целые но блин 45 минута они потратили сколько байбеков сколько четыре или три три байбека было сделано косарь 400 потеряли на байбеках 2800 эталон заработали напомню что аегис все еще есть две с половиной минуты даже больше то есть также у виспа есть сыр они прожимают смока и просто пойдут сейчас закончить либо сломать третью сторону либо кого-то подцепят то есть и убьют и вып напишут гг или еще что потому что ну как это выиграть я не знаю право вы по сейчас говорю то есть ну тяжело 46 минута блин у вас 43 к преимущество так пошел питов мэри с фаер шторм принципе акаши пофигу есть на него там линка так подцепили подцепили убьют первый раз под спрятал здесь подцепил у нас микота своего кири так минус в трейдер байбека нет никого нету байбека если что у в п поэтому говорить смысла что если бы нет байбека не вижу так ну что последний глиф который остался у в п так фаер шторм который ничего не делает игрокам талон так нападение на виспан наконец-то в п поняли что нужно фокусировать виспан но блин потеряли уже двоих умер у нас нотист умер у нас джекира и нотист пишет good game вот так вот блин даже не знаю что сказать реально я вам сказал свое мнение по этому поводу вот видим что ну ребята придумали какую-то стратегию пикнули марси плюс виспа пикнули од который кстати затащил эту катку с этой связкой марси плюс висп вообще на ура прям просто на изи сделали эту игру так что ждем третью карту я прошу прощение ждем вторую карту хочется верить что будет у нас три карта что смогут в п отыграться но как будет посмотрим